Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. Сегодня с вами я, Пашкевич Анна, и из этого видео вы узнаете о удвоении и утроении стеблей томатов, от чего это происходит, что с этим делать, и также я вам расскажу историю одних селекционеров. Растения томатов, как и любых других овощных культур, являются живыми организмами. Они понимают о том, какую они могут сформировать плодовую нагрузку, и в зависимости от условий выращивания, от своего потенциала, формируют 1, 2, 3 и более стеблей. Если вы также, как и я, ответственно относитесь к процессу выращивания томатов, подкормили их минимум дважды азотом в начале вегетационного периода, то, скорее всего, они вас уже порадовали удвоением и утроением своих стеблей. И когда стебель раздваивается или расстраивается, мы приходим в теплицу и нам уже жалко его удалять. Соответственно, когда стебли на томатах раздваиваются или расстраиваются, ему хватало питания для того, чтобы оно это сделало. Что же можно предпринять с подобными кустами томатов? Если у вас позволяет площадь, позволяет площадь питания растению дальше себя питать, у вас хватает места в теплице для активного проветривания, то эти стебли можно оставить, но получить урожай дозированно и с той цветочной кисти, которая уже успела сформироваться на втором или третьем стебле. Для того, чтобы остановить рост второго и третьего стеблей, необходимо оставить цветочной кисти сверху 2-3 листа и все, что находится выше, прищепнуть. Таким образом, мы увеличим количество плодов на растении томата и после того, как мы снимем эту кисть, стебель можно будет удалить. Если у вас, как и у меня, в теплице томаты растут достаточно плотно, сорта все в единичном количестве и не повторяются, и вы хотите собрать с каждого куста томата урожай, то можете принять решение об удалении лишних второго и третьего стеблей. Но обязательно необходимо помнить, что любые удаления пасынков, стеблей, прищипывания макушек лучше проводить в дневные часы в солнечную погоду, для того, чтобы растение быстро посушивало раны и в них не успевали попадать в близнетворные микроорганизмы. И, как обещала история одних селекционеров, собрались как-то два австралийца, Кэтрин Наск-младший, Рэй Саус и американец Крейкли Холли и в 2005 году создали проект, который называется Карликовый томат. Не надо было сказать Дворф Томейта Пражект. Результатом их селекционной плодотворной работы стали 120 сортов томатов, которые называются томаты-гномы. Эти томаты соответствуют таким характеристикам, как небольшая высота, буквально до 150 сантиметров, мощный основной стебель, мощные пасынки, мощные листья, которые, как правило, более темно-зеленые и курчавые. Это способствует тому, что они меньше транспирируют влаги и более устойчивы к яркому солнечному освещению. Томаты-гномы более устойчивы, чем остальные томаты, к неблагоприятным условиям, к перепадам температуры, засухе. Также они формируют сладкие, насыщенные вкусом плоды. В моей теплице находится порядка 20 томатов-гномов, в частности, Шоколадный Чемпион, Фиолетовая Ночь, Малиновый Носок и другие сорта, которые не требуют формировки. Но ввиду того, что у меня загущенная посадка, я все-таки прореживаю кусты томатов-гномов для лучшего проветривания. Поэтому, если вы еще не знакомы с томатами-гномами, обязательно на будущий год запланируйте их высадку у себя на участке. А я с вами прощаюсь, желаю всего доброго, оставайтесь на канале Процветок, до новых встреч! Фондю любит тебя! Редактор субтитров О.Голубкина Корректор А.Егорова